Я чувствую себя хорошо, потрясающе. И это не только из-за выступления, но также из-за того, что последние пару месяцев состояли из упорного труда, тяжелых тренировок, тяжелого ментального давления, физического давления, всего остального. И когда ты заканчиваешь поединок с тем результатом, которого ты ожидал, ты испытываешь просто лучшее чувство на планете. Знаете, прежде всего, с самого начала поединка я хотела прочувствовать ее ударную мощь, потому что я слушала все эти вещи, которые она говорит про дистанцию, про подвижность и про то, что я никогда не билась с такой, как она. Поэтому я хотела почувствовать, действительно ли это так, или, возможно, это лишь слова. Именно поэтому я начала поединок так, и да, когда я все это почувствовала, и после удара с локтя в конце первого раунда, когда я рассекла ее, я знала, что поединок точно не продлится все пять раундов, и я начала искать лучший способ финишировать ее. Мы вот буквально только что посмотрели рейтинг наилегчайшего женского дивизиона с Лора Сенко, и там идет после Кейтлин и Джессики Ай стоит Джо Джо Колдервуд, далее Дженнифер Майя и Роксен Мадефери. Так что эти три девушки, я считаю, это очень сильные бойцы, у них хорошие навыки, и при этом у каждой свой уникальный стиль ведения боя, и я бы с радостью побилась с любой из них. Да, это был действительно особенный момент для меня. Холли Берри – это просто потрясающий человек, и я очень рада, что сегодня она присутствовала здесь, на турнире. Она зашла ко мне перед поединком, чтобы пожелать удачи, и это был по-настоящему особенный момент, потому что пару месяцев мы вместе с ней тренировались, работали, затем мы вместе снимались в этом фильме, который к концу этого года мы увидим, надеюсь. И, знаете, конечно, подобные вещи, по крайней мере для меня, это по-настоящему особенный момент. И это мотивирует тебя и заставляет думать, что нельзя просто выйти туда и показать стандартный поединок. Нет, ты должен выложиться на все 100%. Знаете, я начала выступать в UFC в легчайшем дивизионе, и это точно не моя натуральная весовая категория, потому что мой вес вне поединка примерно 135 фунтов. Так что на 125 фунтов мне почти не приходится гонять, поэтому это идеальная натуральная весовая для меня. И я очень благодарна, что UFC ввели этот дивизион, где я отлично себя чувствую и могу делать все то, что показываю в данный момент. Поэтому я хочу продолжить защищать свой пояс, но я не отказываюсь ни от одной возможности в будущем. Как я говорила еще перед этим поединком, наш бой с Амандой уже не зависит ни от того, чего она хочет, чего я хочу. Это уже не имеет значения. Поединку суждено состояться когда-то. Я не знаю, когда. Я не могу утверждать, что это будет завтра, например. Нет. Но я просто знаю, что этот поединок состоится, и я буду готова. Окей, начинаем. Я разочарован прежде всего, но я горжусь собой. Я вышел туда, бился всем сердцем. Помимо остального, моей целью было сделать этот бой настоящей классикой. И я думаю, мне это удалось сегодня. Блин. Блин. Я чувствую определенную долю неуважения, знаете. Один из судей посчитал бой 49-46, типа, кто ты такой? Я бы с тобой пообщался. Но помимо этого, я знаю, что выиграл бой. Я знаю, что выиграл этот бой. Я был в этом бою. Мне даже не надо его пересматривать. Я был там, и я показал, что Джон Джонс – это обычный человек. Я дал ему бой, и... Блин. Просто черт подери. Первый раунд прошел в точности, так, как я планировал. И, честно говоря, это даже немного застало меня врасплох. Я думал, блин, все идет именно так, как я думал. Типа, да, черт подери. Понимаешь, просто дело в том, что я не работаю с суперизвестными тренерами, или я не тренируюсь в каком-то огромном зале. Я тренируюсь в темноте, можно сказать, в подземке в каком-то смысле. И подобное выступление – это подтверждение наших сил, знаешь. Это был мой первый пятираундовый поединок за всю карьеру против Джона Джонса, одного из величайших всех времен. И я пер на него. Я дал ему бой. Я... Блин. Я чувствую себя народным чемпионом. Да, я думал, что выиграл 3-2 или 4-1. Думаю, оба варианта возможны. И я действительно верю в это. Это не просто слова. Просто посмотрите на цифры, посмотрите, как шел поединок. Я... Эти тейкдауны, как вообще можно их учитывать? Он потратил больше энергии, чем я. Я вскакивал обратно на ноги без проблем, и затем пробил ему локтем на отходе. Так что... Как можно так засуживать? Но ладно, что есть, то есть. Все, что я знаю, это... Правда, на моей стороне. И люди... Люди увидели это сегодня. И... Люди с разных позиций в этой организации сказали мне, что я выиграл поединок. И... Я горжусь этим. Невероятно горжусь. Я горжусь тем, что представляю своих друзей, семью, свою культуру. Всех, кто верил в меня. Знаете, я шокировал мир, хоть и не выиграл в глазах трех судей. Да, конечно, я бы хотел получить рематч, типа... Я выиграл. И к тому же решение было очень спорным. Не было такого, что он измотал меня, и я шел в глухую защиту в конце поединка, типа... Нет, не бей меня. Нет, я отбивался, понимаешь? Я вернусь домой, отдохну, может, отправлюсь в отпуск, отсижусь на пляже, а там посмотрим, что дальше, пообщаемся с Дэной и разберемся в будущем. В любом случае, я показал, кто я такой, и думаю, многие могут уважать это. Пару раз я ударил ему по пальцам. Не просто отталкивал, а прямо бил по ним, типа... Да, не надо тыкать в меня своими пальцами, я ведь этого не делаю. Ни к чему пытаться останавливать меня этими колючками в глаза, но... Не имеет значения, я все равно справлялся, я попадал по нему. Выставлял он пальцы или нет, без разницы. Я веселился. Я бы хотел побиться с ним еще раз. Он в конце всего этого сказал мне, «Блин, чувак, ты действительно жесткий, я не ожидал такого». И я такой, «Я в курсе, по тебе видно было, но... Еще он сказал, что наш рематч будет эпичным. Так что... Все, ребят, нет вопросов? Окей, спасибо. Спасибо вам всем. Привет всем. У меня очень узкие штаны. Знаешь, есть поговорка, «Ты не проигрываешь, ты учишься». И я очень благодарен, что сегодня я выиграл и в то же время многому научился. Доминик проделал потрясающую работу сегодня, и я по-настоящему уважаю его. И... Какой же это потрясающий способ вписать себя в историю? Сделать это в таком тяжелом бою. Знаете, Дэвид Гоггинс написал мне вчера, и... Я сейчас не повторю, что он написал слово в слово, но... Суть того, что он написал, была в том, что надо быть человеком, который принимает тяжелые, страшные моменты. Будь человеком, который принимает тяжелую работу, пахоту, не бойся пострадать, не бойся пролить немного крови. Знаете, и... Всю эту неделю я думал, я хочу финишировать бой, закончить бой до чемпионских раундов, и я должен просто разнести этого парня. И знаете, тут сообщение Гоггинса пришлось очень кстати, хотя Грег Джексон давно говорит мне, ты должен найти комфорт в самых некомфортных ситуациях. Но Гоггинс очень вовремя мне напомнил, что... Джон, ты должен хотеть, чтобы этот бой был тяжелым, чтобы тебе было больно в этом поединке. Будь тем, кто стремится к этому. Я думаю, сегодня мне это удалось. Мне пришлось заслужить, действительно заслужить эту позицию. И знаете, тот, кто первым покорил Эверест после того, как многие люди умерли в попытках, я говорю это с уважением, первый человек, который выбежал из четырех минут на миле, уверенным было больно, очень больно. Чтобы стать первым в чем бы то ни было, придется выглядеть вот так. Так что от этого победа только слаще. У меня не было уверенности, что я выигрываю поединок. Но у меня была уверенность, что я не сдамся и не замедлюсь. Грег Джексон сказал, «Джон, надо забирать пятый раунд, чтобы выиграть». И мое сердце чемпиона ответило, «Без проблем, тренер». Понял, я справлюсь, я отдам всего себя. Осталось пять минут. И я думаю, что я показал разницу между чемпионом и сильнейшим претендентом. У него было все необходимое. Ему хватило выносливости. Но происходит нечто особенное. Я думаю, там наступает особенный момент, когда чемпион должен показать себя. И вы увидели это сегодня в пятом раунде. Я слышал, что Доминик, возможно, порвал крестообразные связки, и если это так, то он может выпасть на целый год. Нет, не порвал. Он сказал, что вроде бы нет. Ну, в таком случае, это моя работа принимать самые тяжелые вызовы. И вот что значит быть чемпионом, понимаете? Я бился с DC дважды. Без проблем подписал контракт. Я бился с Александром Густавсоном дважды. Без проблем подписал контракт. И если люди хотят, чтобы я еще раз побился с Домиником, то это только в руках Дэна Уайта организовать наш бой. Да, мою челюсть, эту челюсть недооценивают, по-любому. Я видел, как Доминик вынес кучу людей, я принял его чистейшие удары. Он меня ни разу не потряс. В паре моментов у меня чуть замылилось зрение, но Господь одарил меня крепчайшей челюстью, и это не моя заслуга. Она либо есть у тебя с рождения, либо нет. А у меня крепчайшая челюсть, за что я благодарен. Ну а сердце чемпиона, я тоже не уверен, что его возможно натренировать. Думаю, это тоже дается с рождения. И я продемонстрировал это сегодня. Плюс таких тяжелых поединков, как с Тиаго Сантосом, Густавсоном и Рейесом, в том, что ты закаляешь свой боевой дух, ты тренируешь это... А это есть далеко не у всех. Понимаешь, когда наступает тяжелый момент, многие люди ищут выход. И это такая дверь, как говорил Рэмпэй Джексон. Это небольшая дверь, которая открывается, и ты понимаешь, что перед тобой тяжелый вызов. Есть легкий выход. Можно упасть, можно постучать, попасться на болевой, притвориться, что тебя подбили ударом в корпус. Но я благодарен, что потренировал внутреннего пса сегодня. Я забирал его спину, один раз ногу заправил. В пятом раунде я был даже удивлен тем, насколько я активнее его работаю. Но мне нужно посмотреть поединок. Я не хочу... Я не хочу... Тяжело... Тяжело утверждать что-то, при том, что я не видел бой. Так что, когда я посмотрю бой, я дам вам, ребят, хорошее интервью и скажу, что я думаю о поединке. И я буду честен, потому что сейчас я все равно просто хрень несу. Честно говоря. Да, знаете, в конце концов, для меня есть много вызовов. Я думаю, что до тех пор, пока эти ребята идут к своей мечте, и у них есть рвение стать лучшими в мире, у меня всегда будет работа в полутяжелом дивизионе. Я не могу считать себя неуязвимым. Очевидно, что это не так. У меня еще куча работы, и говорят, стили делают бои. Мы в этом убедились сегодня. Мы увидели это. Так что у меня еще много работы в тяжелом весе. То есть в полутяжелом. И последний вопрос от меня. Я знаю, что ты не хочешь говорить про Израиль и Адесанию, про потенциальный бой, но ему предстоит очень тяжелый поединок через несколько недель против твоего друга, Йоэля Ромеро. Как ты думаешь, удастся ли ему вообще преодолеть этот вызов? Я желаю вам всего наилучшего. Я здесь просто, чтобы меня не штрафовали. Где моя пицца? Люблю вас, ребят. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!